здравствуйте дорогие друзья доброе утро конечно же благословенного дня открытых небес и открытых наших сердец для принятия всякого доброго слова всякого доброго посыла на уровне чувств на уровне мыслей потому что мысли они тоже материально и слова темпаче когда мы их произносим будет вам что вы скажете и поэтому если мы говорим много негативного то это приходит если мы говорим позитивное может быть оно не так быстро приходит на но точно приходит потому что на позитив есть противостояние а на негатив есть наоборот с поспешники которые пытаются это внедрить жизнь человека и программы которые мы с вами уже имеем на протяжении нескольких лет они имеют сегодня очень интересное число это двух две тысячи программ то есть сегодня двухтысячная программа а это значит за эти пять минут в каждой программе где-то иногда даже чуть больше мы с вами могли из высвободить множество добрых слов в адрес себя в адрес других людей божье послание божью мудрость я хочу поблагодарить бога за это потому что так незаметно но в то же время шаг за шагом как вот эти пазлы вся наша жизнь она вырисовывается в этой картине и становится все более объемный все более масштабный и влиятельный и сегодняшний текст который мы с вами разбираем по плану мне он нравится потому что он попадает я думаю что также и в тему сегодняшнего числа программ которые мы уже озвучили итак последний стих 4 главы 3 книги царств и приходили от всех народов послушать мудрости соломона от всех царей земных которые слышали о мудрости его я очень благодарна богу что мы здесь в этой программе и вообще в принципе я по жизни стараюсь не проповедовать свою мудрость или мудрость человеческую а мудрость божию и если пришли послушать мудрости соломоновой то я желаю чтобы цари и люди из разных категорий общества из нас из разных слоев пришли послушать божью мудрость а значит пусть хлеб который мы с вами питаемся сделает каждого из нас сильнее тех кто рядом с нами сделает каждого из нас податливой глины в руках божьих чтобы бог и расширял наши сердца и наполнял своей мудростью чтобы мы могли делиться этой мудростью с теми людьми которые встают на нашем пути для меня это благо для меня это удивительная перспектива когда мы с богом движемся туда где мы без него не могли бы оказаться слава богу за то что мы можем сегодня не сравнивать себя с соломоном но все-таки даже сказать некоторую такую фразу о христе что здесь больше соломона посмотрите и христос в нас упование славы и здесь больше соломона и мы можем сегодня взять от этой силы божьей мудрости во христе и сказать господи пусть цари придут послушать то что является твоей мудростью на земле сегодня пусть они захотят твое слово познавать и те которые сегодня являются в педагогической какой-то шкале на позиции высокой пусть они примут от тебя силу слова которые преобразуют прежде всего их самих чтобы потом нести это послание дальше и вы знаете друзья если вы педагоги пусть к вам придет эта способность понять педагог это детоводитель привести ребенка к тому который приводит нас к совершенству и да поможет нам бог быть таковыми кто может образ создавать не себе подобных а богу подобных детей который вложил в них свои таланты небесный отец я благодарю тебя что мы можем на этой двухтысячной программе поблагодарить тебя за то что ты был с нами все это путешествие и я верю что мудрость христа который выше соломона она тоже присутствовала здесь в этих программах и продолжает работать над умами и сердцами людей и пусть цари придут и поклонятся тебе как это было с хвал хвами как это было с теми которые пришли когда-то и могли признать мудрость на иосифе мудрость на данииле мудрость на эсфире а мы говорим господь на нас печать твоего благоволения и те которые признавали соломона пусть увидят сегодня в современности что бог не иссяк и мы те люди которые можем носить мудрость небо на земле транслировать ее с учетом разных сфер общества разных сфер жизни а значит принести преображающую силу твоего слова и помочь людям выйти из любых кризисов где они оказались во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания а